Завещание на квартиру. Смерть собственника недвижимого имущества влечет за собой обязательную процедуру передачи прав на квартиру или долю в нею третьих лиц. Для того, чтобы у родственников не возникло сложности при наследовании материальных ценностей, рекомендуется заранее оформить завещание на квартиру. Требования к содержанию документа. Завещание должно содержать достоверные данные о имуществе заявителя, которые проверяет нотариус перед оформлением документа. Сам конверт должен содержать сведения о дате и месте составления бумаги. Если завещание закрытое, то согласно положениям СТ. 1126 ГК РФ данные о времени и месте указываются непосредственно на конверте. Форма представления бумаги юридически не установлена, документ можно писать как от руки, так и с применением текстового редактора на компьютере. В случае, если текст завещания написан от руки, то использовать необходимо синюю шариковую ручку. Использование цветных ручек, фломастеров и карандашей недопустимо согласно СТ. 45. Законодательство о нотариате. Завещатель. Важно, оформленное завещание не должно противоречить требованиям закона. Текст должен в полной мере фиксировать последнюю волю заявителя, двоякое толкование текста документа недопустимо. В тексте завещания обязательно должны быть указаны следующие данные. Ф. И. А. Завещателя. Дата рождения. Место жительства. Данные паспорта. Слово распоряжения, после которого идет перечисление. Ф. И. А. Наследника, внука, внучки, дочери и та. Д. А также перечень завещаемого имущества рядом с каждой фамилией. Пункт об ознакомлении с СТ. 1149 ГК РФ. Отметка о том, что документ составлен в двух ЭК. Один из которых передан нотариусу, указывается Ф. И. А. Подпись. Образец завещания. Составить документ могут. Дееспособные граждане. При достижении 18 лет. При наличии паспорта. Обратите внимание. При составлении данного документа обязательно учитывается доля в наследстве согласно СТ. 1149 ГК, в соответствии с которым не менее от стоимости всего имущества усопшего будет принадлежать наследникам первой очереди при. Наличие инвалидности, либо недостигшие 18 лет, а также ограниченные здоровьем граждане, которые не являются родственниками усопшего, но которые находились у него на иждивении до момента наступления смерти. Вступление в наследство по завещанию на квартиру возможно только после смерти наследодателя. Какие документы нужны для завещания и оформления? В пакет документации входят документ, удостоверяющий личность завещателя, паспорт, документ, фиксирующий право собственности на завещаемое имущество. Это может быть договор купли-продажи, дарение, мен и справка йогурн, которая оформляется в отделении Росреестра и Т. Д. Данные о лицах, которым передается имущество по наследству с указанием местонахождения на постоянке и даты рождения. Пакет документов. Процедура оформления завещания. Оформлять данный документ можно двумя способами. Через нотариуса. Самостоятельно. Если наследодатель решил оформляться самостоятельно, то необходимо следовать правилам составления данного документа. Он должен содержать достоверную информацию, должна присутствовать дата и место его составления, указаны наследники и завещаемое имущество. Иметь подпись составителя. Обратите внимание. Несмотря на то, что составить документ можно самому, заверять его все равно придется в специальном ведомстве. Соответственно, посещение данного специалиста избежать не получится. Составление завещания для близких уместно только в одном случае, если составитель находится в экстремальной ситуации, связанной с погодными аномалиями и стихийными бедствиями, при этом не требуется заверение третьих лиц. К перечне ситуаций, когда можно без посторонних лиц завещать имущество, относятся катастрофы, ураганы, тайфуны, торнадо и прочее, стихийные бедствия, военное положение и прочие обстоятельства чрезвычайного характера. В случае экстренной необходимости завещать материальные ценности без возможности обращения за заверением к специалисту, например, при нахождении в районе Крайнего Севера, в отдаленном населенном пункте, тюрьме или больнице, допускается написание бумаги, при этом заявитель должен обратиться за заверением к одному из ниже указанных лиц. Главному врачу, командиру части, руководителям, группы при нахождении в экспедиции, начальнику тюрьмы, в 95% случаев следует документ должен составляться у нотариуса. Процедура оформления через нотариуса включает обращение к специалисту, предоставление документации, на выбор, совместное составление или заверение, прохождение проверки данных, согласование, оплата госпошлины, завещать или подарить, Многие задумываются о том, как составить наследство на жилье, квартиру, дом в городе, земельный участок и так далее. Для того, кто решил брать дело в свои руки, нужно сравнить, что выгоднее, завещать ценности или оформить дарственную, плюсы и минусы. Чисто с юридической стороны проще оформить завещание. Помимо простоты данной процедуры, еще и снижаются риски для наследователя остаться без имущества. Дело в том, что право собственности при дарении переходит в момент подписания договора на приватизированное имущество. Соответственно, в это время новый собственник, указанный в договоре дарения, должен вступить в законные права. Соответственно, завещатель полностью теряет свои права на жилплощадь. Подводными камнями при оформлении документа могут стать. Наличие сразу нескольких документов, в данном случае действующим признается. Последний из них, обязательная доля в наследстве, документ оспаривают в судебном порядке. Наличие в завещании трудноисполнимых условий, которые нужно выполнить, чтобы можно было вступать в законные права. Наличие долгов, которые по закону переходят новому собственнику. Наследство можно оспорить. Дарственная квартира кому переходит по наследству. Дарение – это более сложный процесс, который подразумевает сбор большого количества документов и прохождение оформления в соответствующих инстанциях, в Т. Ч. Евросреестре, а также уплату пошлин. Кроме того, после того, как квартира передана по договору, даритель лишится всех своих привилегий, и оплата коммунальных услуг будет проводиться по полному тарифу, стоить будет дороже. Важно, при оформлении договора дарения должно быть полное доверие к одаряемому лицу. Кроме того, советуется в договоре указать сроки наступления прав собственности, например, внук должен окончить институт, а внучка выйти замуж и только потом вступит в права наследника. Таким образом, дарить выгоднее, если есть нетрудоспособная родня, которая претендует на наследство, но человек решил передать имущество. В пользу совершено других лиц. В 2018 году налог на дарение выплачивать не нужно. Как завещать долю в квартире? Если квартира приватизирована, то собственник может свободно распоряжаться долями в ней. Процедура оформления будет стандартной и не зависит от протестов со стороны других собственников квартиры, получать согласие от них не нужно. Порядок оформления доли регламентирован на ст. 1130 ГК РФ, потребуется. Удостоверение личности, документы на квартиру, необходимая справка о дееспособности, если человек старше 70 лет, желательно. Сроком не более месяца. Долевой расчет. Обратите внимание. Право на обязательную долю сохраняется за недееспособными родственниками. Таким образом, от доли можно завещать только. Какое завещание нельзя оспорить? Любое завещание по сути можно оспорить. Для этого родственники обращаются в суд и доказывают неосновательность его составления. Достаточно наличия ошибки в документе, искажающей его суть, наличие свидетелей, которые подтвердят факт недееспособности завещателя. На момент написания наследства. Чтобы этого не допустить, необходимо заранее должным образом написать этот ценный документ и привлечь нотариуса, либо оформить договор дарения. Как оформить завещание дистанциона? Согласно СТ, 1153 ГК РФ дистанциона можно только принять наследство. Оформить его можно только при личном визите к нотариусу. Исключения составляют случаи, когда человек физически не может явиться в нотариальную контору. В данных случаях необходимо получить подпись заверителя, что было указано выше по тексту. Это главный врач больницы, начальник тюрьмы и прочие граждане согласно действующему законодательству. Дистанционное оформление. Сколько потребуется заплатить за оформление? Госпошлина П-11 Т-333. 24 НК РФ составит 100 рублей звездочка за оформление. Для составителя это единственные траты. Но вот для наследника, согласно подпункту 22 той же статьи, на месте открытия наследства придется оформлять справку, за которую платит 0,3 процента оценочной стоимости имущества, но не более 100 тысяч раб, плюс 1000 рублей за переход права собственности согласно П-11 Т-333. 33 НК РФ. При оформлении договора дарения нужно будет заплатить только 1000 рублей. Если он оформляется без привлечения специалиста. Оформить недвижимость и материальные ценности может каждый. Однако, существуют особенности, которые заставляют граждан прибегать к оформлению договора дарения в должном виде. Но это несет в себе дополнительные риски для бывшего собственника. Для того, чтобы верно оформиться и сделать правильный выбор, гражданам рекомендуется обращаться к нотариусу. У него можно запросить образец завещания. Это позволит избежать ошибок, которые могут повлечь за собой недействительность документа. Звездочка цены актуальна на сентябрь 2018 года.